Субтитры сделал DimaTorzok Потому что с таких видео можно извлечь максимальную пользу Всем приятного просмотра Привет всем В этот раз мы уже находимся в Харькове Приехали на очередной семинар Изначально мы хотели попасть к Брайну Трейси Ну и взяли билеты на Брайна Трейси Но в последний момент сказали, что он заболел И вместо него будет сын Брайна Трейси Но от семинара мы решили не отказываться Потому что я вас учу, что любой семинар полезен Сейчас Брайну Трейси уже 74 года Он собирается передать эстафету своему сыну Я, кстати, вот боюсь, что я не успею попасть к Брайну Трейси Очень хочу попасть к Брайну Трейси Потому что это тот человек, который очень сильно повлиял на мою жизнь Я начинал еще слушать аудиокурсы Брайна Трейси До того, как начал читать книги о деньгах, об успехе Я начал слушать Брайна Трейси где-то на третьем или четвертом курсе Я помню, ехал в электричке Тогда я впервые познакомился с Карнеги Впервые познакомился с Трейси Прослушал его аудиокурс 21 непреложный закон денег и достижение максимума Кстати, всем советую достижение максимума Потому что оттуда все мои утренние установки Все мои вечерние установки Все мои праймы Все я взял оттуда И вот Брайан Трейси именно был со мной, можно сказать В тот период, когда мне реально было очень тяжело Это был сентябрь 2016 года, я вам уже говорил, когда мне было тяжело Я включал курс Трейси, уходил на озеро и часами слушал курс И тогда это мне реально очень-очень помогло Находимся, кстати, мы сейчас в отеле Премьер Класса Делюкс Я никогда не беру такой номер Потому что нет смысла брать такой номер Есть стандарт, Делюкс и Люкс Здесь просто, видите, чуть побольше места Но фишка в том, что семинар как раз проходит в этом отеле Я очень люблю этот отель, здесь шикарный вид И вот как раз семинар на втором этаже Мы на каком этаже, кстати? На восьмом этаже Мы на восьмом этаже, просто спустились на второй этаж Сейчас идем завтракать, спускаемся, завтракаем И сразу же идем на семинар, очень удобно Вот курточку не нужно брать Любимая, говорит, у нас билеты вот в первом ряду Кстати, за сколько мы взяли билет? 450 долларов Брали на Брайна Трейси Но за эту же цену пойдем на сына Короче, не важно Я очень ценю, кстати, то, что вам нравятся вот такие вот влоги С семинаров Потому что мне вот люди писали, что многие не могут посетить семинар И это им очень интересно Эти видео, конечно же, не так много набирают просмотром Но все равно, ребята, я для вас буду стараться Так что спасибо вам огромное за поддержку Погнали! Самые успешные люди Амбициозны Они считают, что они могут стать лучшими Они голод У них прямо вот какой-то голод В достижении Какая цель? Это стать одним из лучших Вот присоединиться, как тут написано, присоединитесь К десяти процентам, которые являются самыми лучшими На самом деле есть два типа людей Есть проактивные люди Есть люди проактивные И есть люди как-то так называемые реактивные И я рад тому, что здесь реактивных людей нет Вас кто-то вынуждал сюда прийти? Большинство из вас это люди проактивные Вы не ждете, когда с вами что-то случится Вы просыпаетесь каждое утро и думаете, что нужно сделать И делаете это Правда? Правда? Правда Да, хорошо Отлично Решить эту проблему Необходимо глубоко дышать животом То есть в течение тридцати секунд Надо очень медленно дышать животом и выдыхать И в этом случае это дыхание Оно отключает подобную реакцию животных Поэтому в следующий раз Когда у вас возникнет страх Попробуйте так сделать Единственный способ преодолеть страх неудачи Это делать именно то, чего вы боитесь Потому что, как правило, вот эта идея страха Вот идея о том, чего мы боимся Намного страшнее, чем реальность Вы сами создаете свой страх А на самом деле в реальности для этого нет оснований Пункт B это страх отказа Надо понимать, что отказ не относится лично к вам Когда вам говорят нет или мне это не интересно Они не лично вам это говорят Они откликаются на продукт или услугу, которую вы представляете Но мы люди все, да Поэтому мы почему-то принимаем это как личное оскорбление Успешные люди преданы своему делу И они верят в три вещи Они верят в свой продукт и в свою услугу Они верят в своих заказчиков Это пункт B И пункт B они верят в себя Вот у них есть некое ощущение Некая вера в то, что все, что они делают, это правильно И они рассматривают свою работу как ценность для других людей Многие говорят, что мне нужно заработать деньги То есть кто-нибудь говорит, да, вот мне нужно зарабатывать деньги Деньги, 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 деньги Но это неправильная вопроса Это неправильная постановка вопроса Если вы хотите заработать деньги Необходимо задать вопрос Какую ценность я могу принести Потому что деньги это не продукт Это как бы побочный продукт Побочный продукт создания ценности Поэтому когда вы верите в свой продукт и в свою услугу Вы верите в то, что они действительно могут помочь вашим заказчикам Если вы верите в самого себя Если вы верите в то, что то, что вы делаете это правильно Тогда что может вас остановить, если вы по сути делаете благо Деньги придут сами собой На самом деле у каждого из вас главная задача это решать проблемы И ваш доход зависит от того, какие проблемы вы способны решать Небольшие проблемы Небольшие деньги Большие проблемы Большие проблемы Большие деньги Большие деньги Вот представьте себе того человека, от которого вы приняли бы совет Вот представьте, к вам кто-то подходит на улице В каком-то грязном пиджаке От него воняет И вот говорит вам Вам надо работу поменять Вы будете его слушать, этого человека Вот поэтому поставьте себя на это место Каким человеком вы должны стать, чтобы заказчик стал слушать ваши советы Как вы должны выглядеть, как вы должны говорить Как вы должны одеваться, какими знаниями вы должны обладать Какую информацию вы должны ему дать, какую ценность вы должны ему дать Эти люди стремятся к постоянному профессиональному и личному росту Они читают по 30-60 минут в день Когда я рос, в доме моего отца были тысячи книг И можно было подойти практически к любой книге, снять ее с полки и открыть И практически в каждой книге я видел кучу заметок То есть что-то подчеркнуто, заметки на полях И вот такие заметки и вот эти подчеркивания ты видишь на каждой странице И это значит, что он это все прочел Я спросил своего отца, отец, а что ты портишь книги? И он мне сказал, Майкл, ты неправильно это понимаешь, можно я тебе кое-что объясню? Я всегда читаю, держа ручку в руках Когда ты держишь в руках ручку Ты удерживаешь в голове 90% прочитанной информации Если ты читаешь без ручки У тебя останется 3% от прочитанной информации И вот я нашел молодого человека, которого звали Дерек Он только что закончил школу И вообще-то он искал работу либо в ресторане быстрого питания, либо на заправке А я ему сказал, Дерек, а почему бы тебе не попробовать прямые продажи? Я ему показал несколько чеков, которые об оплате А он сказал, хорошо, попробую Мы с ним вместе пошли на работу Но он просто смотрел за процессом, да, то есть я продавал, а он наблюдал Два дня мы работали в таком режиме Потом мы еще в офисе проводили его обучение И после этого я дал ему несколько контактов По сути это просто был листок бумаги, на котором было выписано несколько адресов Через две недели он закрывал пять сделок в день Пять продаж в день Средняя комиссия за продажу была 100 долларов А мы работали по 6 дней в неделю 500 в день 3 тысячи в неделю 12 тысяч в месяц 144 тысяч в год Для человека, который пытался работать в Макдональдсе Согласитесь, такой необычный доход Это вот прям золотой для меня был мальчик Я ему сказал, Дерек, почему бы тебе не поделиться своим опытом с другими членами нашей команды? Это достаточно такая типовая практика, когда мы играем в ролевую игру, да, то есть игра с другими участниками То есть ты будешь задавать вопросы и ты будешь высказывать возражения И это учит быстро отвечать, быстро реагировать и правильно отвечать на вопросы В тот момент у нас было в офисе 40 продавцов Все они выстроились в линейку И вот, допустим, Лена стоит там, где был Дерек И по очереди они подходили к нему Они ему высказывали возражения Задавали вопросы по 5-10 человек И тут я понял, что Дерек ни на один вопрос не ответил правильно Ни на один Он не мог ответить ни на одно возражение Как-то мне было так не по себе из-за этого Но тут у меня возникло некое подозрение Может быть, он что-то незаконно делает? Например, бошенничает, да? Знаете, такое выражение Проверяй то, чего ты ожидаешь Я поэтому сказал Дерек, я пойду с тобой и посмотрю, как ты работаешь в течение дня Я буду ставить у двери и посмотрю, что ты будешь делать Я хочу выяснить твои методы работы И потом расскажу о них и всем остальным Дерек сказал Отлично, потрясающе Мы пошли Пришли к третьему дому Дерек стучит Кто-то открывает дверь И вот это вот выглядело так Я Дерек из Верайзена Как у вас дела? Человек, который открытвелся, сразу же говорит Не-не, только не вы Потому что у вас нет тех футбольных каналов, которые я смотрю И Дерек ответил О, но, господи Мы получаем лучшие футбольные каналы Они лучше, чем футбольные каналы, которые у вас сейчас Они лучшие И Дерек говорит Да ничего подобного Наши футбольные каналы намного лучше, чем те футбольные каналы, которые вы смотрите У нас самые лучшие футбольные каналы Человек говорит Нет, у вас интернет слишком дорогой, и просто цена какая-то неподъемная А Дерик говорит, да нет, у нас самый лучший интернет, круче всех, лучше всех, точно лучше всех И после этого человек так начинает чесать бороду И говорит, все уберу Что-то тут не так, думаю я Какая-то тут ошибка Или просто удача Ладно, хорошо Пошли дальше В следующий раз Открывает дверь женщина Дерик говорит Эй, как дела, человек? Это Дерик из Врайзена, как дела? То же самое, здравствуйте, как у вас дела? Я Дерик из Врайзен Женщина говорит Я знаю про вашу услугу, она мне не нужна И Дерик говорит О, но, мэм, это лучший сервис Нет, 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 нет А Дерик говорит, да ничего подобного, у нас самый лучший сервис Самое лучшее обслуживание, какое вы можете получить Она подходит к нему вплотную И говорит, слушай, парень Сейчас не время И Дерик смотришь и говорит О, но, мэм, это лучший момент Нет, мэм, это лучший момент И вот так вот, 30 секунд, они обмениваются подобными репликами Она смотрит на него Ну хорошо, беру И так целый день И Дерик получил 5 продаж И получалось, что я должен был поставить под сомнение все, что я знал раньше Дерик не может ответить ни на один вопрос касательно продукта Он не может ответить ни на одно возражение Но при этом это лучший продавец А все, что у него есть, это одна вещь Знаете что, харизма Смайл Белив Конфиденция Энтузиазм Он нас таким восторгом обо всем рассказывает Что люди Они не хотели испортить ему терь На самом деле успешные люди записывают все подряд Они постоянно что-то пишут Потому что мысль вещественна И вот я вам бросаю вызов Любая вещь в этом помещении Она когда-то была чьей-то мыслью Ну разве есть хоть одна вещь, которая не была чьей-то мыслью изначально? Поэтому Мысль это вещь И для того, чтобы сделать мысль Осязаемый Запишите ее Пусть она покинет вашу голову Человеческий мозг способен одновременно думать только одну мысль Поэтому если у вас возникает классная мысль И вы думаете Я надеюсь, я это запомню Если вы ее не запишите Все, она исчезла Как думать И на самом деле история принадлежит людям, которые все записывают Те, кто не записывал, они в истории не остались Потому что жизнь всего на 5% определяется теми событиями Которые случаются с нами И на 95% Определяется нашей реакцией на эти события Постоянно представляете себя лучшим специалистом в своей области Специализируйте себя как лучшего специалиста Используйте свои цели Помните, мы говорили о том, что каждое утро надо перечитывать свои цели Переписывайте при необходимости Создавайте напряжение Которое изменит ваше поведение Если вы каждый день напоминаете себе о своих целях Вы просто физически не сможете действовать вопреки этим целям Но вот как можно полностью сойти с ума Вы одновременно можете открыть несколько больших задач И никогда не закрыть И вот это как раз тот случай, когда вы возвращаетесь домой И целый день вы носились и что-то делали А ничего так и не доделали И вы вообще не понимаете, о чем вы, собственно, делаете А кто может сказать, что он обладает большой многофункциональностью Да? Мультитаскинг Так вот, я могу вам сказать, что таких мегастаночников на самом деле не существует Есть просто перенос задач То есть вы просто в каждый момент времени переносите задачу Когда вы переключаетесь на следующую задачу То вам нужно примерно 17 минут, чтобы снова сфокусироваться Точно такое же правило действует, когда вы получаете смс-ку по телефону То есть, допустим, вы работаете Вы смотрите на телефон Отвечаете на смс-ку Вы возвращаетесь Для того, чтобы Вы уже потеряли концентрацию И для того, чтобы вернуть Вот это состояние концентрации Нужно 17 минут Если вас будут отвлекать каждые 20 минут В течение часа Сколько сосредоточенной работы вы сможете сделать? 9 минут 9 минут сфокусирования Действительно, 9 минут сосредоточенной работы И все Поэтому очень важно контролировать возможности отвлечения Гарри Поттера все читали? Джон Лорой Так вот, эта дама, которая написала книгу о Гарри Поттере Что она делает? Она бронирует номер В гостинице-бутике В какой-то другой стране Где она вообще не знает языка И она запирается в этом номере на 3 недели И просто пишет В 2011-м Ее издатели сказали Почему бы тебе не открыть аккаунт в Твиттере? Она сказала Хорошо Открыла аккаунт в Твиттере А что она написала? В течение ближайших 20 лет Я в Твиттере не появлюсь Я пишу свою новую книгу Один-единственный твит За 2 недели у нее появилось 5 миллионов последователей После этого думаешь, может мы неправильно пользуемся социальными сетями? Может быть просто нужно делать качественную работу и затачиваться именно на этом? Вот это результат правильного управления временем И на самом деле на эту тему проводились исследования В определенное время лучше делать определенные виды работы Например, утром Это чтение или создание концепций Создание новой идеи Как выйти на новый рынок После обеда Лобовые удоли уже не работают так хорошо И это хорошее время для того, чтобы решать другие задачи Например, отвечать на письма Посылать счета Как-то редактировать таблицы Работать со системой CRM И уже ближе к вечеру Это самое лучшее время для творческого решения проблем То есть это хорошее время сесть и подумать о какой-то крупной проблеме, с которой вы столкнулись И что происходит? Тут возникает такой момент, который называется конкуренция идей Все идеи, которые когда-либо приходили в голову, вам в голову Они все остаются с вами, они находятся в подсознании И все эти идеи постоянно борются друг с другом За внимание вашего сознания И вот ранним вечером, когда вы садитесь и начинаете обдумывать проблему Вы даете себе шанс Найти самое лучшее решение Постоянно что-то делаете Постоянно работаете Постоянно чувствуете потребность что-то сделать срочно Альберт Эйнштейн, весьма умный человек Он говорил Ничего не произойдет, пока что-то не сдвинется с места И это что-то, это вы Nothing will happen for you, unless you take action В вашей жизни ничего не произойдет, если вы не сдвинетесь с места Исаак Ньютон тоже был неглупый человек И он говорил о том, что Движущееся тело хочет стремиться оставаться в движении То есть, как только вы начнете двигаться Вам становится проще Продолжать это движение А чем больше вы движетесь Тем больше всего происходит в вашей жизни Вы не можете заставить события происходить, если будете сидеть на диване Итак, давайте подведем итоги по семинару Этот семинар был по продажам Но, как вы знаете, я извлекаю пользу с любого семинара И этому я вас учу Будь то семинар по продажам Или семинар по ресторанному бизнесу Или семинар по сельской промышленности Все базовые принципы, они одинаковы Например, в ресторане есть клиенты На ютубе есть подписчики Там нужно, чтобы клиент был доволен Мне, моим зрителям, нужно дать максимальную пользу Вот так я это все вижу Еще хотел бы поделиться одной простой фишкой семинара Очень простой Как достигать целей в 10 раз быстрее А то и в 20 раз Все очень просто Каждый вечер записывайте свою цель Свои, например, 5 целей каждый вечер записывайте в настоящем времени Вы это уже все знаете В чем секрет? Повторяйте эту цель на протяжении всего периода Пока вы не выполните цель Вот и все Фишка в том, чтобы держать свой мозг в напряжении Чтобы ваш мозг помнил про эту цель Потому что если вы поставили цель, где-то записали Забыли за нее и не повторяете Ну, я там хотел заработать 100 тысяч долларов в год И все, эта цель где-то у вас слетает в облаках А так, если вы эту цель каждый день повторяете Вы делаете нужные действия, понимаете? Каждое действие вы обдумываете Потому что вы помните про свою цель Вот как это работает? Вы каждый день себе напоминаете о цели Вот я должен заработать 1000 долларов за эту неделю И вот у вас есть свободное время поработать Вы садитесь работать И тут вам звонит друг И говорит О, чувак, идем на пиво Если бы вы эту цель не проговаривали Она бы у вас здесь не откладывалась Вы бы сказали Да, окей, погнали на пиво Но так у вас эта цель вот здесь уже засела Плотно засела И вы себе такой Нет, сегодня не могу Вот мне нужно это сделать Мне нужно сделать эту работу Пойдем в следующий день на пиво Все, и вот с помощью такого способа Вы максимально сконцентрируете все усилия на цели И тогда добьетесь цели в 10 раз быстрее Еще раз я хотел бы поговорить об окружении Как общаться в правильном окружении Во-первых, я уже говорил, что Если вы хотите, вы найдете возможности Если вы не хотите, вы будете искать отговорки И всякие причины Во-первых, это книги Общение с миллионерами через книги Если у вас ничего нет А если у вас нет денег купить книгу Идите в библиотеку Я уже говорил Если у вас нет денег Посещайте бесплатные семинары Пусть это не те семинары, конечно же Которые вы хотите посещать Но все равно Извлекайте максимальную пользу Как еще можно бесплатно обучаться Бесплатно Идите волонтером Или помощником Или наоборот Зарабатывайте деньги Устраивайтесь в организацию Которая проводит эти встречи и семинары Которая приглашает разных спикеров То есть работайте там Или за бесплатно там работайте Просто помогайте Расставляйте стульчики Подавайте микрофоны На билетах стойте Или книги продавайте И у вас будет возможность Слушать семинар И тогда извлекайте из этого семинара Максимальную пользу У вас даже появится возможность Общаться в кругу Тех людей Которые хоть немного Хотят менять свое мышление Пусть даже эти люди Ради денег, например, там Но все равно Это вам не стройка Тут уже лучше Там уже другие мысли звучат И вот так вот Если вы хотите Вы для себя найдете Нужное окружение Ну и напоследок Я хотел бы сказать Пару слов О книге Достижения максимума Ребята Эта книга Как библия Эту книгу Я считаю Обязан прочесть каждый Это просто супер книга Эта книга О деньгах Об успехе О любви Об отношениях О счастье О росте Каком-то там В бизнесе Короче Там все Вот эта книга Реально Как фундамент Как основа Обязательно Прочтите ее У кого нету возможности Купить Сходить в библиотеку Прослушайте Но я бы советовал Вам ее и прослушать И прочесть Потому что я ее И прочел И прослушал Тогда у меня на телефоне Было две аудиокниги И одна из них Достижение максимума И я эти книги Гонял по кругу И с каждым разом Когда я повторял Я узнавал новую информацию Я вроде бы прослушал Да Но с каждым разом У меня приходило Все новое и новое Какое-то там Понимание Осознание вещей То есть Перечитывайте такие книги Такие книги Обязательны Потому что Вы прочли Забыли У вас Мотивация Например Куда-то пропала А так Если вы не даете Этой мотивации Например Испариться Регулярно Смотрите мой канал Регулярно Перечитывайте книгу Регулярно Там посещайте Какие-то встречи Это становится Вашим образом жизни И тогда Ваш стиль жизни Это успех Это счастье Это гармония Изобилие Любовь Вот и все Все просто Вообще Чтение Полезной литературы Это самое-самое важное Все богатые люди Все успешные люди Очень много читают И уделяют этому Каждый день Немного времени Вот Брайан Трейси Говорил От 30 минут До 3 часов Я это тоже делал Я уже вам говорил Но у меня не получается Вот постоянно Все это делать Потому что Секрет успеха Только в одном Только в одном Секрет успеха В постоянстве Вам не нужны деньги Вам не нужны Лучшие знания Нужно что-то одно А лучше Самое любимое Делать каждый день Любимое дело Делать каждый день Никогда не сдаваться И все И тогда вы 100% Добьетесь успеха Вот люди у меня спрашивают Как раскрутить так канал Поделись своим советом Как ты так с нуля Раскрутил канал До 100 тысяч Ребята Все настолько просто Первое Я занимаюсь Любимым делом А второе Я на протяжении Трех лет Каждые 3 дня Выкладывал видео Не пропускал Вот и все Ну конечно же Я может быть там пропускал По 5 дней Но Я не делал паузы Я выкладывал Выкладывал Было у меня 20 просмотров в месяц Я выкладывал видео Было тысячу Я выкладывал Я продолжал это делать Вот почему я номер один Другие трейдеры там На месяц закидывали свои каналы Некоторые на 2 Потом опять возвращались Потом опять закидывали А я потихонечку Выкладывал 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 видео И все Раньше Раньше я выкладывал 7 видео В месяц Потом 8 И теперь я выкладываю 10 видео в месяц Все Каждые 3 дня Блин я выкладываю Видео Что бы ни случилось Вот Вот весь секрет успеха Просто продолжать Это делать И понятное дело Что Чем больше Вы будете это делать Тем больше У вас будут расти Навыки Тем больше Вы будете расти Во всем В умственном плане В плане монтажа Да во всем Вы будете развиваться Плюс если вы будете Читать книги Ходить на конференции Посещать семинары У вас будут новые знания Вы можете этими знаниями Делиться с людьми Короче Все что вам нужно Это Не сдаваться Все Вот весь секрет успеха Никакой рекламы Не заказывал Ничего у меня не было С нуля подписчиков Вот ноль подписчиков Я как начал пилить видео Так и до сих пор продолжаю Вот и все Итак буду заканчивать Хотел бы вас всех поблагодарить За то что вы цените Такие видео Мне очень приятно Читать комментарии Что Спасибо Что ты выкладываешь Мол видео с семинара Спасибо что даешь Возможность нам Как бы Поприсутствовать на семинаре У нас нет возможности Посещать такие встречи Ребята Мне очень приятно И я реально На эти видео Убиваю по 12 По 18 часов Потому что Со всего материала Блин 8 часов семинара Я пытаюсь Самое самое сочное Самое интересное Меняя эти куски То есть кажется Просто да Я беру там Видео нарезаю Нет Это такой сложный монтаж Ну монтаж не сложный Чтобы все расставить Чтобы хороший звук Там настроить Я очень сильно запариваюсь И вот я буду стараться Если вам это нужно Я буду стараться Там было несколько комментариев Люди написали Что досмотрели видео до конца Что конспектировали это видео Блин Насколько же мне приятно И вот ради вас Я буду стараться Пусть там будет мало просмотров Не важно Я уже говорил Я начинал Когда у меня было 20 просмотров в месяц Я все равно Продолжал делать То что мне нравится А теперь Я чувствую вашу поддержку И теперь хочу давать пользу Так что еще раз Огромное спасибо вам За поддержку За просмотр Обязательно поставьте Этому видео лайк Подпишитесь на канал Потому что это для меня Огромная мотивация Выпускать для вас Новые видео Всем удачи Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok